Для того, чтобы заниматься мотокроссом, нужно обладать силой духа, уверенностью, техническим мастерством. И все эти качества были у участников престижных соревнований по мотокроссу. На мототрассе Славянска-на-Кубани прошли чемпионаты и первенства по мотокроссу на Кубок главы муниципального образования Славянский район. Мотокросс, конечно, занятие не для слабых духом. Это спорт для увлеченных людей. Причем не важно, сколько им лет. Крутые виражи, подъемы и спуски покоряются тем, кто уверенно держится за руль своего железного коня. Глава Славянского района Роман Сенеговский открыл престижные соревнования и пожелал их участникам успешного выступления. Россия сильна регионами, а регионы сильны муниципалитетами. А в муниципалитетах проживаем мы с вами. Поэтому Россия, конечно же, это мы. И от того, какие мы будем с вами образованные, воспитанные, цельные, спортивные, зависит, какая будет наша страна. Особенно сегодня, когда есть определенные вызовы, мы с вами должны быть еще более сильными, более сплоченными, более уверенными в себе, чтобы любить нашу Россию, чтобы поддерживать ее и быть все вместе и быть всем рядом. Традиционно 12 числа мы с вами открываем соревнования по мотокроссу. Я вас с этим поздравляю, что мы сохранили этот вид спорта. Пусть победит сильнейший, здесь настоящий спортивный дух. Всем мира, добра, процветания и всего самого доброго. Мотоспорт хорошо справляется с задачей занять молодежный досуг. Ведь здесь нужно не просто научиться ездить, нужно уметь ухаживать за своим железным конем, ремонтировать его. В числе участников соревнований были и представительницы прекрасного пола. Софья Погорелая из Анапы уже 7 лет занимается этим видом спорта. На соревнования она приехала с самым боевым настроем. Настрой всегда на гонку должен быть оптимистичный, потому что негативные эмоции не должны сказываться на других участников, на безопасности. Поэтому всегда нужно приезжать на гонку как на праздник, потому что ты видишь себя с друзьями и борешься с ними за какое-либо место. Мне доводилось недавно, 1 мая, участвовать в Орленке на чемпионате России женском. Там участвовало девушек, человек 20, наверное. Но честно, приятнее все-таки ездить с пацанами, потому что сразу видно, что они более профессиональные гонщики и есть с кем побороться. Необходимо всегда поддерживать хорошую физическую форму, и это совсем непросто. И праздное времяпровождение для юных спортсменов неинтересно. Савелий Виноградов из Ставропольского края, несмотря на свой 10-летний возраст, и тренируется, и борется за лидерство вполне всерьез. Я очень люблю мотоспорт. Мне нравится принимать участие в соревнованиях. Прикольно занимать места. Я занимаюсь мотокроссом уже три года. Я в Суэнс-Нокубане уже третий раз. Мне очень нравится здесь трасса, подготовленная, хорошая. Нравится принимать здесь участие. Савелий Виноградов стал первым в классе мотоциклов 65 кубических сантиметров. В мотокроссе покоряет буквально все. Напряжение старта, когда ревут моторы, и в воздухе разлито желание не упустить свое мгновение. Борьба на трассе, когда мотоциклы птицами взмывают воздух и четко приземляются. Когда дорога каждая секунда, и особенно интересна финишная прямая, где выигрывает тот, у кого больше осталось сил. Все это, конечно, нужно любить. Иначе ничего не получится. 20 лет уже проходят эти соревнования. Всем нравится, все приезжают со всех городов. Видите, что тут и Ставрополь, и весь Крым, и все-все-все. Ну вот такой мотокросс у нас традиционный такой вид спорта. Славянцы его очень любят. Зрители, а сюда приходили целыми семьями, с интересом следили за борьбой спортсменов, которая была очень напряженной. 64 мотоциклиста боролись за призовые места, а Славянский район был представлен семью спортсменами. По результатам соревнований серебряным призером стал славянец Амир Бжигаков в классе мотоциклов 85 кубических сантиметров. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.